В последние 10 дней аномальная жара установилась в Казаларде. Синоптики обещают до 45 градусов выше нуля, а столбики термометра фиксируют температуру плюс. К палящему зною в эти дни добавился и сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду. Погода доставляет массу хлопот жителям региона, увеличилось количество обращений в неотложку. Чаще всего врачи фиксируют сердечные приступы, гипертонию и тепловой удар. Соблюдать меры предосторожности просит и ДЧС области. Спасатели советуют воздержаться от прогулок на свежем воздухе и соблюдать меры предосторожности. Аномальная жара может продержаться в регионе до конца июля. Из-за жары увеличилось количество вызовов. Если раньше в сутки мы принимали 1200-1300 звонков, сейчас от 1600 до 1700. Участились случаи тепловых ударов и обмороков, чаще всего среди детей и пенсионеров. На данный момент по области задействовано 49 бригад скорой помощи, еще 29 при поликлиниках. Уже в эту субботу в окрестностях Нур-Султана пройдет масштабный экологический субботник. Его инициировал министр экологии, геологии и природных ресурсов Макзум Морзагалеев. Через социальные сети он пригласил всех принять участие в уборке территории Куэндинского водохранилища. Наш корреспондент Асхат Ниязов решил съездить туда заранее, понять, настолько ли все плохо и попытаться разобраться, откуда накопилось столько мусора. Красиво, не правда ли? А так? Красиво? И здесь везде так. Вот буквально несколько шагов от берега пройдем и посмотрите, опять красота! А запах-то какой, просто не передать словами. И вы знаете, здесь наверняка отдыхали люди. Вот посмотрите, кто-то даже с собой трон притащил, чтобы сидеть. Правда, здесь и оставил. Теперь сюда ходят птички. Ни одна панорама с, казалось бы, прекрасным видом на Куэндинское водохранилище не обходится без мусора. Даже когда поднимаешься на гору и смотришь на красивейший горизонт, стоит только опустить глаза, опять он. А такая картина уже непосредственно на пляже. Машина и куча мусора. Люди отдыхают прямо в отходах. Как водичка? Купались? Да, теплая, хорошая. А вот то, что вокруг происходит, вы видите, да? Да, ужасно. Люди сами такое делают, сами. Мусор оставляют. Просто не каждый забирает с собой мусор. Могли бы с собой забирать и все. Ну, вы когда сюда приехали, вам не захотелось уехать отсюда? Было такое, но уже куда ехать. В городе негде бесплатно даже покупаться. Вот единственный пляж бесплатный, чтобы дети отдохнули и мы отдохнули. При виде нашей видеокамеры пару отдыхающих принялись за уборку. Это, конечно, вызывает уважение. Только собранный мусор они складывают здесь же. А почему вы не с собой несли, а вот прямо здесь кинули? Потому что, во-первых, у меня машины нет, а я собрал, отнес в сторонку, чтобы воду не попало. Видите, здесь нет мусорки. Была бы мусорка, туда бы положил. Тем временем, вокруг пляжа были замечены люди в строгих костюмах. Они резко выделялись среди отдыхающих. Вы здесь фотографируете, ходите, вы сотрудники какого-то ведомства? Минная инспекция. Откуда? Бассейновая инспекция и сельская. Акимат получается? Минэкология. Мы козводхоз, балансодержатели именно этого. То есть вы мониторите ситуацию, да, получается? Ну, да. Фотографируете? Ага. И как обстановка? Ну, не знаю, я не сказал, что прям такая прекрасная. Ну, видно же, да, что мусора много. В общем, ситуация с бесплатными пляжами на Коэндекском водохранилище более чем понятна. А что же происходит на побережье, но только уже охраняемом за деньги? До этого здесь было вообще столько мусора. А было раньше плохо, да? Раньше, да, здесь было. Ну, машины заезжали, мыли здесь машины, забора когда-нибудь не было. Вот и администрация пляжа говорит, если бы не они, здесь бы тоже утонули в мусоре. На день города мы отсюда 25 тонн мусора вывезли. Камаз 25 тонн. За один день, за праздник. За один день. На платном пляже можно, опять же, за деньги прокатиться на лодке и катамаране. Однако их состояние лично нашу съемочную группу немного встревожило. Насколько они безопасны, как считаете? Вообще мы привезли хорошие лодки, вот безопасные. Здесь часто волны. Поэтому мы привезли вот такие мощные лодки хорошие. Безопасность. Просто так вот на них смотришь, какие-то вот они староватые выглядят. Ну, это кажется, они хоть и потрепанные, но они надежные. Катамараны тоже, да, надежные? Да, да, да. Впрочем, как видно, хорошему настроению отдыхающих ничего не может помешать. Как отдыхается? Ой, отлично отдыхается. Как вам водичка? Вообще водичка. Приехали с Алматы. С Алматы люди приехали. Вы с Алматы специально на это водохранилище приехали? Я приехал с Алматы специально. Почему? Потому что здесь вода идет с под земли, свежая вода. Это природа нашего Казахстана. Зачем нам Турция, когда у нас есть свое? Зачем нам Турция, да. И вправду мест, где отдохнуть, вокруг столицы много. Расславиться можно и телом, и душой. Только, господа отдыхающие, давайте не забывать, что сюда завтра могут прийти ваши дети. Вот сюда. Асхат Ниазов, Нур из Базаров, Хабар 24, Акмолинская область. Многие пассажиры с удивлением и большим разочарованием узнали об отмене регулярного прямого авиасообщения между Павлодаром и Новосибирском. Это направление пользуется большой популярностью у жителей при Артышье. В третьем по численности в городе России учатся больше 3,5 тысяч студентов из Казахстана. Отмечу, до этого Павлодар потерял прямое авиасообщение с Шимкентом. Это тоже вызвало немало нареканий у горожан и транзитных пассажиров. Люди просят власти вмешаться в ситуацию и помочь возобновить регулярные рейсы с этими мегаполисами. Салуат Тимирбулату расскажет подробнее. Алматинец Андрей Половянный путешествует вместе с дочерью Натальей и думал обратно вернуться из Новосибирска через Павлодар. Хотел взять билеты на стыковочный рейс, но все планы рухнули. В Павлодар пришлось ехать 15 часов на автобусе. Но и на этом проблемы не закончились. Уже здесь городской автобус, который должен по идее ехать до аэропорта, высадил алматинцев на полпути. Нам надо до Алматы доехать. И вот километрах в пяти, наверное, только автобус развернулся и сказал аэропорт прямо. И пожалуйста. А учитывая, что у нас багаж, как бы все это. И вот, ну очень, как бы, не очень хорошее впечатление получилось от этого путешествия. Хотелось бы, чтобы ходили автобусы в аэропорт, по крайней мере. Можно же пустить. Ну и самолеты как-то говорят о развитии внутренних рейсов, но очень мало рейсов внутренних. Много неудобств, неожиданная отмена рейса Павлодар-Новосибирск. Павлодар доставила и россиянину Фаридону Холикову. Ему надо срочно попасть в Шенкент. В итоге добирается мужчина туда, что называется, огородами. Хотим полететь, конечно, но нет рейсов. И не первый раз столкнулся такой. Несколько раз так же, через Астана или через Алматы. Почему бы не прямой рейс? На этих кадрах торжественная презентация того самого регулярного прямого авиарейса Павлодар-Новосибирск-Павлодар. Самолет летал два раза в неделю. Пассажиры были довольны и графиком, и сервисом. Рейс только начал набирать обороты, как вдруг его не стало. По данной ситуации сообщаем, что авиакомпания S7 Airlines приняла решение приостановить полеты по маршруту Новосибирск-Павлодар по коммерческим причинам. В аэропорту Павлодара сожалеют о случившемся. Здесь говорят, что предлагали для перевозчика 30-процентную скидку на обслуживание. И просили власти рассмотреть вопросы субсидирования региональных рейсов. Ведь до Новосибирска город потерял и прямое авиасообщение с Шимкентом. К сожалению, загрузки, которые хотела увидеть авиакомпании, не было. Загрузка где-то примерно процентов 50-60, наверное, была. Мы обращались к руководству авиакомпании, к Акимату области возобновить эти рейсы. Есть субсидирование, да. Это и решается на республиканском вопросе. Из республиканского бюджета или местного областного бюджета субсидирование. Но, по крайней мере, пока сейчас эти субсидии не рассматриваются. Воздушная гавань при Иртышья – одна из лучших в стране. Но улететь отсюда теперь можно только до Нур-Султана, Алматы, Москвы и Минска. Плюс раз в 10 дней чартер до Анталии. Когда-то, еще в советское время, аэропорт Павлодара обслуживал до 25 пассажирских, грузовых и транзитных рейсов в сутки. Жизнь здесь буквально бурлила. Сейчас же в неделю едва набирается 30 маршрутов. Поэтому большую часть времени и взлетно-посадочная полоса, и терминал просто пустуют. Леонид Тырышкин в авиации больше 40 лет. Бывший пилот разделяет мнение пассажиров. И тоже считает, что власти должны помочь вернуть рейсы до Новосибирска и Шимкента. Душа болит действительно. В свое время аэропорт работал, гудел постоянно. А сейчас уменьшается. Хочется тоже, чтобы аэропорт расширялся, чтобы увеличилось количество рейсов. Люди, ну как, живой был аэропорт, постоянно в движении. Павлодарский аэропорт находится в ведении Республиканского акционерного общества. Но уже в августе его должны передать на баланс области. Возможно, когда воздушная гавань станет собственностью региона, в него удастся вдохнуть вторую жизнь. А пока ситуация не прояснилась, число рейсов только сокращается. Из Павлодара, Салаватимир Булатулы, Сама Таспанов и Алексея Мельницкий. Хабар, 24. В Искаменогорске сохранят льготный проезд в автобусах для детей от 7 до 15 лет и пенсионеров. В начале июля эту категорию пассажиров три крупных автопарка лишили 50% скидок, заявляя об убыточности маршрутов. Руководители автопредприятий настаивали на выплате государственных субсидий, чтобы покрыть расходы. В дотациях местные власти отказали и зафиксировали ряд махинаций в деятельности транспортных компаний. Например, автопарки отчитывались, что обслуживали не больше 90 тысяч пассажиров в день, а по факту их было втрое больше, заявила заместитель Акима Усть-Каменогорска Тамара Рахимжанова. Сейчас представители городской администрации готовят соглашения с другими транспортными компаниями, готовыми предоставлять пассажирам льготы. Для точного подсчета пассажиропотока в ноябре запустят электронное билетирование. Мы шли на какие-то тоже уступки, а сейчас, когда уже нашим детям в нашем городе отменили льготы, теми, кто мы заключим договор, они оставляют, мы проработали вопрос, что они оставляют все льготы и для детей, и для пенсионеров. В Алматы пожарные расчеты продолжают бороться с крупным возгоранием на складе. На место ЧП стянута дополнительная техника. Чтобы потушить огонь с воздуха, подняли вертолет к авиаспасам. По предварительной информации, на складе хранятся тонны лакокрасочных изделий. На месте событий с утра находится съемочная группа нашего телеканала. Самой оперативной информацией к этой минуте владеет Александр Салмина. Александра, вы в эфире. Что происходит на месте происшествия и известны ли причины возгорания? Да, Вера, алматинские пожарные уже 4 часа не могут потушить огонь. Он распространился на площади около 450 квадратных метров. Буквально полчаса назад спасатели сообщили, что им удалось локализовать возгорание в южной части. Все силы они бросают на северную. Но, как мы видим, едкий дым еще не рассеивается. Периодически вспыхивают большие языки пламени. То есть пожар еще не потушен. По-прежнему здесь работают около 70 человек из личного состава. Порядка 30 спецтехники оказываются действиями местной власти. То есть они обесточили район, подвозят сюда свои водовозы. Тушат также пожар с воздуха. Работают три вертолета. Представьте, уже больше 50 тонн воды сбросили на место. Ну и, собственно, с лакокрасочными изделиями очень сложно работать. Пожару присвоен третий уровень сложности. И сейчас нам удалось записать начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Серика Убакирова. И, собственно, он нам и расскажет, в чем заключается трудность работы здесь. Гарнизон работает по третьему повышенному номеру вызова. Горят склады лакокрасочных материалов. Сложность заключается в том, что вчера на склад загрузили три железнодорожных вагона краски. И с учетом того, что здесь уже находилось, мы грубо считаем, что 200 тонн лакокрасочных материалов. Во время тушения пожара произошло несколько вспышек и взрывов. Мы привлекли авиацию, работаем с воздуха и земли. Работают два вертолета. Один служил спасения города Алматы, Акимата. И один вертолет КЧС МВД Республики Казахстан. Также хочу сказать, что жертв не было, так как пожар случился очень рано. И на этом у меня вся информация. Спасибо, Александра. На прямой связи была Александра Салмина из Алматы. Напомню, там горит склад с лакокрасочными изделиями. К другим темам. Число жертв в Мумбаи при обрушении дома достигло 14. Ранее сообщалось о 10 погибших. Больше 20 человек ранены. Спасатели продолжают разбирать обломки здания. Их работе мешают сильные дожди. Напомню, инцидент произошел в понедельник в густонаселенном районе Дангри. По предварительной версии, причиной обрушения могли стать сезонные ливни и возраст здания. Четырехэтажный дом был построен около 100 лет назад. На Кипре арестованы 12 израильтян. Их обвиняют в групповом изнасиловании 19-летней британки. Инцидент произошел в курортном городе Айенапа. Предполагаемое преступление случилось рано утром в среду в отеле. Подозреваемые сегодня предстанут перед судом. Айенапа – очень популярный молодежный курорт, который привлекает оживленной ночной жизнью и нетронутыми пляжами. Власти Пакистана арестовали организатора мумбайской атаки Хафиза Саида. Теракт произошел в 2008 году. Тогда его жертвами стали больше 160 мирных жителей. 10 террористов разбились на группы, расстреливая людей на улицах, кафе и вокзалах. Хафиз Саид с 2011 года находился на первом месте среди 50 наиболее разыскиваемых террористов Индии. Он также является основателем и лидером организации Джамату Дава – политического крыла исламистской группировки Лашкары Таиба. В США лидера наркокартеля Синалуа Хаакина Гусмана, более известного как Эль Чапа, приговорили к пожизненному сроку. Каратышка не имеет права на досрочное освобождение. Такое решение вынесут в США. В феврале Гусмана признали виновным по 10 статьям. 62-летний Эль Чапа считается наиболее влиятельным наркобароном в мире. На протяжении десятилетий он руководил картелем Синалуа, занимавшимся контрабандой наркотиков в США. Он дважды сбегал из самых охраняемых тюрем в Мексике. В последний раз прямо из камеры через специально вырытый туннель. Когда Эль Чапа вновь поймали, его не стали сажать в конкретную тюрьму, а перевозили с места на место, чтобы избежать еще одного побега. В итоге мексиканские власти договорились об экстрадиции главы Синалуа Соединенные Штаты при условии, что для него не станут требовать смертной казни. Вернемся к событиям в нашей стране. Создание Национального совета поможет построить доверительный диалог с населением, считает политолог Данияр Ашимбаев. Он уверен, в стране уже давно назрел вопрос об усовершенствовании механизмов обратной связи между народом и властью. А новый инструмент гарантирует не только обмен мнениями, но и качество принятых решений, говорит Ашимбаев. Президент выбрал тот формат, где есть и диаметральная противоположность точки зрения. То есть здесь люди, которые имеют свою взвешенную позицию, но, как я уже говорил, порой противоположную, которые могут отстаиваться в точку зрения, которые могут участвовать в диалоге. Власть не всегда учитывает порой реальную картину дел те вопросы, которые беспокоят нас граждан. И при принятии каких-то законов, принятии указов, бюджетных программ, госпрограмм и так далее. Поэтому, допустим, в положении видно, что одним из первых вопросов поставлен социальный аудит. Представителям власти нужно научиться разговаривать с населением на простом и понятном языке, а также своевременно реагировать на резонансные публикации в СМИ и в соцсетях. Такое замечание сделал президент Касмжом Артукаев на расширенном заседании правительства. Глава государства отметил, что стране необходим переход на концепцию слышащего государства. По мнению доктора экономических наук Анатолия Башмакова, при взаимодействии с обществом многое действительно зависит от самих госслужащих. И поэтому они должны быть настоящими профессионалами. Я думаю, что нам сегодня, как никогда, нужно подбирать такие кадры, такие управленческие ресурсы, которые могли бы своим словом донести о работе правительства, государственных органов. Очень важно, чтобы в государственных органах люди работали высоконравственные, морально подготовленные, умеющие, обладающие риторическими способностями убедить, рассказать правду. У меня на этом все. Далее эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций. Коллеги, вам слово. Здравствуйте.